Работникам предприятий и организаций, которые призывают на военные сборы, будут выплачивать их среднюю зарплату. Раньше за сотрудниками сохраняли рабочее место, а время на сборах оплачивали как военнослужащим-контрактникам. Изменения в закон сегодня принял Верховный Совет. Если человек находится на своем рабочем месте, у него достаточно высокая заработная плата, и его призывают на сборы, то он может не переживать и не говорить о том, что он потеряет доход. Государство четко для себя приняло решение, что для нас, конечно, важна обороноспособность нашего государства. Мы заинтересованы в том, чтобы, несмотря на те угрозы, в том числе, которые сегодня есть, риски, у нас военную службу проходили, сборы также проводились, поэтому принято решение, что из средств республиканского бюджета будет проходить возмещение работодателю, который будет уже в дальнейшем перечислять эти средства лицам, которые призываются на службу и на военные сборы. Оплачивать время на сборах с сохранением средней зарплаты будут всем, независимо от того, бюджетники это или сотрудники других организаций и предприятий. Изменения в закон парламент принял сегодня сразу в двух чтениях. Законопроект направят на подпись президенту. На сегодняшнем заседании депутаты также продлили программу льготного кредитования участников боевых действий. Она будет работать до 26-го года. Льготные кредиты смогут взять инвалиды 1-й и 2-й групп из числа участников войны 92-го года и воинов-афганцев. Всего это 468 человек. Мера очень важная, своевременная. Надо понимать, что кредиты сегодня не нужны всем инвалидам, но тот, кому они будут нужны на какие-то цели, доступные, правильные, очень нужные, он сможет получить этот льготный кредит и, в общем-то, эти задачи решить в наше непростое время. Кредит защитникам будут выдавать под 4%, а расходы по остальным процентам возьмет на себя государство. Максимальная сумма кредита до 25 тысяч рублей. Сегодня отметили, деньги участники боевых действий берут в основном на ремонт и строительство жилья или на лечение. На реализацию программы из бюджета выделят более 3,5 миллионов рублей.